Сейчас ты узнаешь секретный секрет успешного уклонения в Red Dead Online. Red Dead Online Если у тебя это О боже нет, просто либо нет времени, либо кривые руки. Так вот, все мы с самого детства проходим какие-то тесты. В начальной школе тесты на знание букв. Чуть постарше это тест на беременность. В армии тест на наркотики, а на зоне так вообще тест на петуха. Лично я в готике знаю пару таких. Короче, все можно проверить, если вовремя делать тесты. И тест на уклонение в Red Dead Online как никогда сейчас актуален. Потому что наплыв новых игроков обеспечен нам щедрым жестом со стороны Rockstar. Выпустив этот проект всего лишь за три сотки. Так вот, что такое уклонение и как им пользоваться? И какое практическое применение этому вы можете найти в игре? Узнаем в этом ролике и перейдем от слов к делу. Ребят, первое, что вы должны запомнить, для того, чтобы сделать уклонение, надо нажать правую кнопку мыши, то есть начать стрелять. После чего мы нажимаем на пробел и указываем сторону при помощи комбинации А или Д, в какую вы хотите прыгать. Более того, если это вы будете делать из положения сидя, то есть вы будете на картах, то когда произойдет анимация подъема, вы встанете не на полные ноги, а останетесь сидеть на картах. Это, кстати, очень круто, если вы хотите прыгнуть из укрытия в укрытие. Далее, на чем стоит обратить внимание, что если вы будете делать с открытого места уклонения в закрытое место, за угол, за дерево, за автобус, неважно, куда хотите, вы прыгаете в ту сторону, чтобы спрятаться, естественно, никакое попадание, по-моему, регистрироваться не будет вообще. Даже лассо или там бола, оно не попадет, по-моему, и вас не схватят там мифическим образом через текстуру. Это можно использовать, если вы находитесь недалеко от камня, вы вставите метку или вы стреляете, понимаете, что на вас навелись. На радаре вы видите активный меткий глаз, но ничего не происходит, значит, по вам вставят метки, вы прыгаете в укрытие и, собственно, противник промахивается. Это очень выгодно и очень здорово. Важный момент, ребята, что дистанция стрельбы врага по вам никак не влияет на ваш уклон. То есть, если вы делаете уклонение с близкой дистанции находится к вам враг или с очень дальней, и он ставит на вас метки, все равно будет регистрироваться полное попадание урона. Единственное, что ситуация, чем дальше вы от врага относитесь и чем больше меток поставил кривых, то есть на какие-то там части тела, которые могут на долю секунды попасть за холм, это и может спасти вас от попадания. Но если вы находитесь на средней или близкой дистанции, естественно, вас от уклонения никак не защитит от попадания. Интересный момент, что мы делали замеры выстрелов со всех видов оружий, начиная от револьверов, пистолетов, ланкастеров и заканчивая луком с разрывным. Если мы говорим про уклонение на ногах, то есть без лошади, без укрытий, и по вам будут ставить метки, здесь самый интересный вопрос, куда ставят метки, и это все зависит от скорострельности оружия вашего врага. То есть, если враг использует, предположим, пистолет Лима или Флотский, или Шофел, какое-то очень долгостреляющее оружие с меньшей скорострельностью, попадать пули, регистрироваться могут не все, если метки стоят на ногах или на руках. А вот если человек использует быстрое оружие, допустим, дробовик, обрез, или ланкастер, или тот же самый полуавтомат, маузер, неважно, то попадание будет регистрироваться по всем пунктам, то есть вы будете получать максимальный урон, не в зависимости от того, прошла анимация до стрельбы, после стрельбы, или во время стрельбы. По сути дела, метка дает стопроцентный шанс попадания в момент выстрела, если между выстрелом, то есть между противником и вами, нет никаких преград. То есть, если вы прыгнете за какой-то бугор, и метка стоит на ногах, то, естественно, она не попадет, а попадет в землю. Но, если брать именно в открытом дистанции, и на вас поставили метки, соответственно, вы делаете уклонение, это вас никак не спасет. Спасет лишь только метка, если она стоит где-то на кончике ноги, и против вас стреляют слемы, в принципе, в этом случае, возможно, с небольшой вероятностью, что пуля пройдет мимо, только лишь потому, что регистрация попадания по вам, в момент, когда выстрел был совершен, и ваш прыжок, в этот момент нога скрылась там на долю секунды под текстуру, или там еще что-то, таким образом попадание будет. Если это на открытой пространстве, то никаких, естественно, промахов не будет, поэтому уклонение ни в коем случае не спасет вас от попадания от огнестрела. Если брать в расчет лук или метательный нож, уклонение спасает вас 100% во время прыжка. То есть, если вы прыгаете в тот момент, когда на вас поставили метку и выстрелили, то вы 100% себя защитите. Более того, даже от разрывных стрел. Если вы начали прыгать до момента выстрела, то есть выстрел произошел, вы прыгнули, вы можете спастись даже от разрывных стрел. Это очень здорово, реалистично, потому что скорость полета пули, естественно, в разы больше, чем скорость полета стрелы. Однако, на лошадях действует это все в корне по-другому. Если вы думаете, что вы прячетесь на лошади за бок лошади, допустим, и на вас поставили метку на тело, то пуля все равно будет попадать по вам, а не по лошади. И вот этот момент меня вообще полностью ошарашил. Я не думал, что пуля будет полностью игнорировать присутствие лошади. Мы проверили это на всех видах орудий. Ни разу не было такого, чтобы уклонение сработало на лошади, если по вам поставили метку. То есть, вы скачете, вы видите, что на вас там водится метка. Я не знаю, в каких случаях это возможно. В пвп, именно в пвп, в пвп, это понятно. Там перед ботами можно повыделываться, можно подделать красивые ролики, но суть не про это. В пвп на вас ставят метки, вы каким-то образом на лошади, вы нажимаете уклонение, по идее вы прячетесь за бок лошади. И по идее, как по аналогии с тем, что вы стоите на земле, вы прыгаете за укрытие, и противник стреляет по укрытию, здесь по идее он должен стрелять по лошади, и убивать, наносить урон лошади. Так этого не происходит. Регистрируется урон полностью по вам. И вот это вот, видимо, недоделка, а может быть баг, может быть фича от Red Dead Online. Мы никогда этого не узнаем. Переходим к установке меток во время выполнения упражнения уклонения. То есть, вы делаете уклонение, и с лука ставите метку на голову. Или, предположим, вы поставили метку до уклонения, после чего вы делаете комбинацию уклонения. А метка уже стоит. Если вы отожмете левую кнопку мыши, то есть вы зажали левую кнопку мыши, делаете уклонение, и вы ее отпускаете, то выстрел с лука произойдет до начала анимации подъема. То есть, во время падения, как ваш персонаж соприкоснется с землей, выстрел уже будет произведен. То ли читерские, то ли баг, то ли, опять же, фича от Rockstar. Неизвестно, как так работает. Но, по сути дела, вам не надо ждать анимацию выстрела, вам не надо ждать, когда он натянет тетиву или еще что-то. Вы делаете уклонение, отпускаете левую кнопку мыши, и как только он соприкасается с землей, ваш персонаж, происходит выстрел и стопроцентное попадание. Так вот, подведем итог всего этого мероприятия. Я понимаю, что это видео больше нацелено на новичков, но для старичков, я думаю, полезна была информация относительно того, что на уклонение на лошади не работает. То есть, оно вас не защищает от меток, и лошадь не является барьером для пули и, собственно, вами. И, в конечном итоге, в целом, в совокупности и в частности, я бы хотел, чтобы новички обратили внимание на тот факт, что если против вас играет человек с луком, вы можете 100% или с ножом, вы можете 100% защитить себя от попадания по вам. Чаще всего люди бегают с луком, используя его против гаденыша. Поэтому, если вы играете с гаденышем, не забывайте использовать такой полезный навык, как уклонение, потому что это на 100% сохранит вам жизнь, если вы сделаете его вовремя. Что касается других орудий, уклонение позволяет лишь только на долю, на долю, на долю какую-то жалкую сотую секунды сбить врага с толку, чтобы он поставил криво на вас метку. То есть, он ставит метку, пытается навестись на голову, вы делаете уклонение, естественно, у вас происходит неожиданная анимация, фиг пойми чего, человек уже не успевает ставить метку, и в этот момент вы ставите контрметку на нем и убиваете. В этом случае уклонение можно использовать. Быстрый переход с позиции стоя на земле за угол лежа тоже стоит использовать уклонение. Но если вы в открытом поле, сражаетесь с человеком в открытом поле, использовать уклонение для того, чтобы вам не попали, это максимально глупо, и этот миф развеян уже давно. Ну а с вами была Готика, с вами был Сократ. Подписывайся на канал, заходите к нам в Дискорд, ссылки на Дискорд в описании. Самая крупная и самая лучшая рук комьюнити, посвященная Red Dead Online и не только.